спектакль я будда спектакль который ну наверное уже можно сказать об этом хотя нам это не принято говорить но нашумевший спектакль я буду нашумевшая которую наверно знают все может быть кто-то не видел но по крайней мере точно услышал и уже сколько лет моего честно не знаю уже который год мы его играем каждый раз аншлаги то есть приятно видеть кстати на этом спектакле даже молодежь молодежь очень хорошо ходит на спектакль спектакль повествует жизни сиддхарт хит гаутами как он про его жизнь как он достиг просветления и вот начал началась новая эпоха новой религии я играю роль брата главного героя я играю брата сиддхарский дива дату вот роль неординарная такая человек очень неоднозначный кто-то скажет может быть отрицательный герой я со своей стороны как актер который играешь эту роль я никогда не скажу что он отрицательный он плохой герой человек который просто хотел тоже как это сказать кусочек счастья своего хотел жить как все хотел жить хотел жить как все хотел жить лучше ведь каждый имеет право на счастье просто кто как к этому идет мой герой пошел немножечко другим путем тем путем про которого он начал немножко пожалел о том что он выбрал другой путь театр то дело живое многое камер не передает но все же у вас есть шанс если вы не попадете на спектакль или вы посмотрите спектакль а потом скажете нужно проанализировать так как в театре есть такой закон спектакль нужно поставить три раза чтобы понять полностью суть смотрите видео-версию в приложении за онлайн ну вообще мара это же борьба в каждом человеке то есть какое-то сомнение что-то такое искушение человек может пойти но неправильной дорогой допустим вот что-то такое и вот я старался их искусить допустим получилось это сделать с диводатой а вот сид хардха не получилось так если вы хотите посмотреть видео версии наших спектаклей вы можете найти их приложение за онлайн театр это живое искусство поэтому добро пожаловать национальный драматический театр имени батра басангова меня зовут ачиро днеев я артист национального театра имени батра басангова играю во множество постановок и ввиду того что сейчас происходит съемки и это документация наших спектаклей максима цеданова мы делаем такие короткие интервью был задан вопрос о том что мы хотим донести тем или иными спектаклями от нас артистов мы являемся в принципе инструментом режиссера главное слово всегда остается режиссером что он хотел сказать но чем прелесть самого театра режиссер можно сказать что угодно но зрители себя всегда сам вынесет свою мысль сам ее родит и это то ради чего мы работаем если зритель ушел со спектакля с пустой головой и грубо говоря пошел посидеть в кабак погулять то значит мы отработали не совсем качественно другое дело конечно это если после комедии подняли человека настроение ему хочется веселиться это хорошо в частности недавно мы играли спектакли я будда ты играешь песня джангли на данный момент конечно в нашем репертуаре присутствует много таких крупных хороших сильных спектаклей такой серьезной мысли в любом театре репертуар должен разниться и комедии конечно легкий спектакль тоже должен присутствовать потому что нельзя постоянно заставлять человека думать и плакать надо и отдыхать конечно но ввиду того что сейчас последнее время так получилось при по составлению товара мы играли то гряж мы играли джангар мы играли будда хотел немного наверное об этих спектаклях поговорить возьмем из последнего наверно вот мы недавно совсем пару дней назад отыграли спектакли я буду здесь говорить что-то излишне какую мысль мы хотели донести один мой друг очень хорошо сказал про спектакль я буду это буддизм для чайников на что я с ним стал спорить его понимаешь говорю буддизм для чайников вот ты знаешь вообще откуда корни историю так получилось что путем нашего спора путем диспута пришли к тому что этот спектакль имеет огромную необходимость на данный момент потому что молодое подрастающее поколение к сожалению теряем связь с корнями и есть такая необходимость просто доносить формально банальным языком просто разжевать положить человеку рожь чтобы ему оставалось проглотить и усвоить эту информацию и благо нам это пока удается и можете прийти в театр посмотреть если нет возможности вы можете посмотреть в приложении за онлайн полный спектакль видео спектакль я думаю те же впечатления вы получите но сравните если вы посмотрите видео и вам понравится то вы можете посмотреть и посмотреть уже в живую в театре всем привет меня зовут манджиева боира саналовна уже 15 лет работаю национальном театре актрисой обожаю свою работу очень люблю театр здесь действительно отдыхаешь душой на сцене ты раскрепощаешься чувствуешь себя не знаю все время чувствуешь себя молодой энергичной потому что каждый раз тебе дают новые роли ты когда получаешь новую роль ты погружаешься думаешь над ней потихоньку потихоньку собираешь где-то наблюдаешь за людьми что-то берешь у них их повадки какие-то и каждый раз с новой ролью что-то новое в тебе открывается и благодаря этому наверное театр нас притягивает своей такой таинственностью своей какой-то особенной энергии каждый раз новое вот видео версию наших спектаклей вы можете увидеть приложение зан онлайн но мое конечно же мнение спектакль и вообще театр это искусство живое его на смотреть вживую конечно и это энергетику чувствовать но если вдруг у кого-то нет такой возможности да по каким-то причинам вы можете еще раз повторяюсь посмотреть видео версии спектаклей наших на приложение зан онлайн спасибо большое а а а а Субтитры создавал DimaTorzok